Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, посоветуйте, пожалуйста, техники и практики, как отпустить человека, когда-то с вас смузем, все умом понимаю, знаю, что поступило правильно, но отпустить никак не могу, помогите, пожалуйста. Я не думаю, что техники и практики эффективны, потому что делать их нужно под присмотром специалиста, под присмотром психолога и, соответственно, сам человек их выполнять будет всегда в некоторой степени. В погрешности, вот, он может разочароваться достаточно быстро, легко, ну и там еще есть проблема с мотивацией. Кроме того, любая техника это какой-то такой механистический процесс, оторванный от психоэмоциональной жизни человека, что мне не представляет чем-то хорошим и правильным. Другой вопрос, что вы говорите, что поступили правильно, это звучит и выглядит как то, что вы приняли такое решение. То есть звучит и выглядит как то, что вы вот это решение расстасло, вы его приняли головой, как будто бы, понимаете, в чем, в чем штука, в чем штука. То есть вы как то вот интеллектуально к этому вопросу подошли и решили, окей, я поступаю правильно, вот. А то, что вы немножечко опустите, отбрать чувства, вам чего-то хочется, что вы пытаетесь решить проблему своих потребностей. То есть вы натурально, вы натурально, вы натурально сейчас говорите о том, что вам нужно. Вот вы натурально сейчас обсуждаете то, чему тянет вас ваше сердце. Только, вероятно, вы не полностью отдаете себе отчет в том, чего вы хотите. И то, чего вы хотите, связано с вашим мужем сейчас, напрямую. Это происходит от того, что в целом, скорее всего, вы не принимаете до конца вот эту свою часть, которая чего-то хочет. Из-за того, что вы ее не принимаете, вы не можете с этим свободно обращаться. Невозможность с этим свободно обращаться приводит к тому, что вы зависимы. То, что вы сейчас описываете, это зависимость. Это именно натуральная зависимость от человека. Зависимость также образовывает и факт непрозитых чувств по отношению к какой-либо ситуации. То есть, например, вы разошли с мужем, это с мужем, это развод. То есть, вы с ним, грубо говоря, развелись. И развод – это травма. Всегда травма. Потому что в привычный мир человека ручится. И это создает болезнь, потому что человек привык жить определенным образом. Больше он, больше он, получается, жить так не может. То есть, он вынужден жить по-другому. И ему от этого больно. Сознание было расширено. Теперь оно, это сознание сужается. Сужается. Причем, понятно, что сужается сознание насильно. То есть, ну, никто не спрашивал, да? Никто не спрашивал – хочу я этого, не хочу я этого. Вот это ощущение беспомощности. Это ощущение того, что в этом мире есть что-то такое сильнее и мощнее меня. И это, конечно, травмирует. Поэтому здесь ключевой момент заключается еще и в том, что вы, судя по всему, не прогрели свои чувства. Вот. Чувства боли, обиды и так далее. Да, вы пытаетесь это рационализировать, вы пытаетесь как-то это себе объяснить, убедить себя в том, что, ну, что вы правильно поступаете и убедите себя в том, что вы верно поступаете. Вот. Но этого, очевидно, не хватает. Поэтому здесь дело не в техниках, а в том, чтобы помочь вам прожить ваши чувства. А техниками вы просто загоните в данном случае их еще больше вглубь. Другое дело, если вы поработаете с этим, если вы проживете свои чувства, если в целом вам будет легче, то да, периодически вы будете возвращаться в это состояние. Ну, будут срабатывать какие-то триггеры, пусковые механизмы. Вот. Ассоциативный ряд вы будете возвращаться. И вот в этом случае, когда вы будете возвращаться, вам действительно понадобятся эти техники, чтобы восстановить равновесие. Но никак не сейчас, когда у вас там, по сути, открытая рана. Вот. Надеюсь, я довольно понятно объяснил, как обстоят дела. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Давай. Давай. Продолжение следует...